По разным данным от трех с половиной до десяти тысяч человек столицы Башкирии Уфе оказались обманутыми дольщиками. Чиновники и лично президент Башкортостана Рустем Хамитов предпочитают называть первую цифру. Но многочисленные митинги, пикеты, голодовки обманутых дольщиков говорят о том, что масштабы катастрофы намного серьезнее. Это настоящая социальная катастрофа в отдельно взятом российском регионе. Люди отдали немалые деньги. Многие продали единственные квартиры и дома, надеясь улучшить свои жилищные условия. Эти люди остались без денег и без жилья. У многих уже нет возможности оплачивать съемные квартиры. Многие ждут обещанного жилья по 7-10 лет. Президент Башкирия Рустем Хамитов мечет громы и молнии. Он во всем винит нечистых на руку застройщиков. И призывает правоохранительные органы серьезно разобраться с этими мошенниками. Сообща, вместе действовать. И давить, давить, давить. Пока они не решат проблемы все эти, застройщики имеют. Давить, не жалеть. Они нас не жалеют. Они людей не жалеют. А почему мы их должны жалеть? Но почему-то не хочет вспоминать, как все начиналось. Узнаете этого человека? Конечно. Это же самый популярный персонаж всех башкирских газет, интернета и телевидения последних пяти лет. Вице-мэр Александр Филиппов. Тот самый, который курировал в Уфе вопросы строительства. Сейчас он уже не опасен. Отправлен в отставку и находится под следствием. Скорее всего, сядет. И надолго. Уголовное дело возбуждено также против Марата Гореева, начальника управления капитального строительства администрации Уфы. Еще одним фигурантом дела может стать Владимир Барабаш, главный пиарщик мэрии Уфы и лично Александра Филиппова. Следствие инкриминирует Филиппову и его подельникам хищение 549 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти деньги республика получила из федерального фонда в качестве субсидии для расселения ветхого жилья, тех домов, в расселении которых не удалось заинтересовать ни одного инвестора. Но произошло вот что. Бюджетные деньги ушли на счета карманных застройщиков, которые и были обязаны предоставить жителям аварийных домов новые квартиры за свой счет. На этих условиях Филиппов и Гореев формально выдали им земельные участки за бесценок, а дальше, понятное дело, бюджетные денежки перекочевали в офшоры. Спрашивается, могла ли столь масштабная афера с привлечением федеральных средств пройти незамеченный для президента Хамитова? Или он нарочно не замечал? Пять лет Филиппов банкротил одних застройщиков, чтобы отдавать заказы на строительство другим, тем, кто исправно приносил ему откаты. Пять лет под надуманными предлогами у компании, уже строивших жилье, отнимали бизнес, расторгали договора на аренду земельных участков, лишали лицензий и прав на застройку, отказывали в приемке уже построенных домов. Пять лет банда юристов-рейдеров занималась этой черной работой. А те из предпринимателей, кто хотели спасти свой бизнес, должны были обращаться за помощью к тем же юристам Филиппова. За очень высокую плату. Скротят предприятия, пытаются завладеть этими предприятиями, создают ситуацию, при которой масса компаний застройщиков, порядка 10 компаний застройщиков, причем ведущих застройщиков, которые владеют долей рынка до 40%. Особенность республики, что практически весь строительный бизнес, 80-90% индустриального домостроения сконцентрировано в Уфе. И из этой доли до 40% предприятий застройщиков на сегодняшний день испытывают глобальные проблемы от ударов одной и той же группировки. Пять лет об этом в Уфе говорили все. Писали газеты, бурлил интернет. Но что же президент Хамитов? Он не видел рейдерства в строительной сфере Уфы или не хотел видеть? Нет, Рустем Закиевич старательно не обращал внимания на все делишки своего вице-мэра. Три уголовных дела за время пребывания в должности успели завести на Филиппова. Три. И все эти дела странным образом спускали на тормозах. В Уфе все знали – Филиппова покрывает папа. А все почему? Потому что давняя дружба дороже интересов каких-то там людишек, обманутых дольщиков. Об этой дружбе президента Хамитова с бывшим бизнесменом Филипповым было известно всем. Вместе они любят кататься на лыжах, дружат семьями, душевно общаются между собой жены – Гульшат Хамитова и Галина Гинтер. И не случайно, когда следователям все-таки удалось поймать вице-мэра за руку, один талантливый уфинский художник выложил в Инстаграм такую вот карикатуру. Но не дружбой был связан этот криминальный союз. Здесь у Рустема Хамитова, как говаривал майор Жеглов, была «любовь с интересом». Тут у него любовь с интересом, тут у него лежбище. Вот, к примеру, Миловский парк – малоэтажный жилой комплекс, который лично президент Хамитов рекламировал и ставил примером удачной городской застройки. Пятый год, люди ждут обещанных квартир в этом жилом комплексе. Миловский парк – это еще один заповедник обманутых дольщиков. В 2013 году власти Башкирии отдали заказ на строительство комплекса, никому не известной фирме «Килстроинвест». Никогда раньше не строивший жилье. А всего через год владелец этой фирмы Дмитрий Комлев объявил себя банкротом. Это, впрочем, не мешает 35-летнему Комлеву заседать в законодательном собрании одного из районов Уфы. Вот так. Обанкротился, а потом стал депутатом. А вот еще один объект в Башкортостане – комфортабельная база отдыха «Бухта Кила». Она была построена как раз после того, как полторы тысячи семей сдали свои деньги на квартиры в комплексе «Миловский парк». А управляет этой базой компания «Времена года», единственной владелицей которой, по данным Госреестра юридических лиц, является, угадайте кто, жена Дмитрия Комлева – Анастасия Комлева. Кстати, от «Килстроинвеста» мнимый банкрот Комлев далеко не ушел. Он хоть и вывел себя из числа учредителей, но зато оставил главным владельцем своего тестя – Николая Шейна, отца Анастасии, бывшего милиционера-кинолога. А теперь, как выясняется, большого специалиста в девелоперском бизнесе. Причем тут, казалось бы, Хамитов. Какое отношение президент Башкортостана имеет к этой лихой семейке? А при том, например, что фирме Анастасии Комлевой сейчас вот-вот будет выделена шикарная бюджетная поддержка – почти полмиллиарда рублей. Ресторан и отель на горнолыжном курорте Мраткино записан президентом Хамитовым в разряд приоритетных. И теперь им положены не только бюджетные вливания, но и налоговые льготы. Любит все-таки Рустен Закиевич лыжи. И друзей лыжников не забывает. А между прочим, полмиллиарда рублей – это половина той суммы, которой сейчас не хватает на достройку Миловского парка. Какой праведный гнев, Рустен Закиевич. Конечно, президенту Башкирии теплые страны ни к чему. Зачем, если ему и здесь неплохо живется? Гаити, гаити. Небыль мы ни в какой гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Посмотрите, к примеру, на это скромное имение. Это подмосковная дача Хамитова. Недалеко от горнолыжного курорта Сарачаны. Риелторы оценивают ее как минимум в 100 миллионов рублей. И ни в одной из налоговых деклараций президента Хамитова, который, как и все чиновники, обязан отчитываться перед россиянами о своих доходах, этого дома нет. Зато смотрите, как принципиален и строк Рустем Хамитов. И давить, 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 пока они не решат проблемы все эти. Только вот если займутся, давить ведь будут без разбора. Может и вам, господин президент, настало время задуматься о теплых странах. В подмосковном имении от правосудия скрыться будет сложно.